Добрый день! Я вас всех приветствую! Меня зовут Лилия Донскова. Многие знают уже меня по разным видео и роликам. И сегодня у нас эксклюзивная видеосъемка. Меня Миша уговорил просто, я думала, 3 дня сниматься или не сниматься в этом видео. Дело в том, что я сегодня без макияжа впервые на экране. И что нас подвигло к тому, чтобы записать такое видео? Дело в том, что в Альфрейм, в новом каталоге, вышли 2 новых продукта. Это BB-крем и новая тушь The One удлиняющая. И, конечно же, показать эффект от применения этих средств можно только показать, как они работают. Именно сегодня мы это и будем делать. И с чего мы начнем? Сейчас мое лицо полностью подготовлено к нанесению макияжа. Я сделала уход, очищение, тонизирование. Нанесла крем на глаза и на лицо. И сейчас воспользуемся BB-кремом. Я взяла оттенок светлый. Немножечко про BB-крем расскажу, чем он так отличается от тональных средств всех. Во-первых, он не содержит масел. Он корректирует, увлажняет, регенерирует кожу. И также имеет солнцезащитный фактор SPF 30. Видите, что очень классно, что он выравнивает тон лица. Давайте посмотрим, как он работает. Крем я нанесла на руку, просто на поверхность руки, как показать, чтобы было видно. Использую я кисть Giordani Gold с очень коротенькой щетинкой. И она очень мягкая и отличается от всех других кистей тем, что нужно наносить именно, как это назвать, Миша, не боковой поверхностью, а именно срезом наносим тональную основу на лицо. Я набираю небольшое количество и начинаю распределять по коже лица такими вот втоптывающими движениями кисти. Аккуратненько под глазками, чтобы не заходило на слизистую. Вы видите, что у меня на коже есть неровности, остатки от некоторых проблем, которые были в молодости. И тональная основа помогает все это спрятать и скрыть. Тщательно проходим крылья носа. Работаем также тональным средством по массажным линиям. То есть, как мы работали бы кремом, умываясь, протирая лица тоником. Чем мне понравился этот крем? Мне нужна пудра даже. То есть, он впитываясь, не оставляет никаких следов блеска или лоска какого-то. Просто идеальная матовая кожа становится. Хорошо видно, Миша? И когда вы накладываете тон, то мы работаем с кожей лица, как будто бы это у нас холст. Мы готовим холст для того, чтобы рисовать картины. То есть, грунтуем. И уже потом у нас будет подготовленная основа, чтобы делать макияж, мак-ап. По линии подбородка мы смахиваем вниз кистью. Осталось немножечко лоб. Также лоб делаем от центра в стороны. Обожаю эту кисть. Честно говоря, я редко влюбляюсь в какие-то вещи. Но эта кисть просто идеальная. Если вы смотрите, что вам кажется, что недостаточно средства, можно сделать еще один слой, нанести, дав ему чуть-чуть спитаться. То есть, это по состоянию кожи. По тому, как у вас, может быть, кровеносные сосуды близко расположены. Или проищики есть на коже. Чем мне понравилось? Есть некоторые средства, которые подчеркивают поры. То есть, они обтекают пору, и она становится еще более яркой. Этот BB крем, он просто идеально выравнивает лицо. Видно разницу? Видно? Хорошо, мне Миша подсказывает. Вот. Я сегодня не буду пользоваться пудрой, румяными. Просто вам показала, как работает этот крем. Это первое. Вы видели? Такая маленькая капелюшечка. Ее хватило на все лицо. Лицо идеальное, выровнялось. И сейчас мы будем наносить вот эту тушь. Немножечко про нее расскажу. Что меня в ней удивило? Кисть. Она сделана, как сверло. Если посмотреть на нее спереди, то она кругленькая. А по бокам видно, что у щетинки срезаны по форме сверла. То есть, она как вкручивается. Очень необычные ворсинки. Честно говоря, приспособилась к ней достаточно быстро. И сейчас покажу, как ей работать. То есть, как к любой кисточке нужно привыкнуть. Здесь то же самое. Итак, начинаем делать макияж. Достаем кисточку. И сначала просто один раз проходимся такими подкручивающими движениями, чтобы достать до основания просто ресничек. Один раз. И потом делаем повторный круг. Реснички, что мне понравилось, сразу подкручиваются, расчесываются и удлиняются. Еще и утолщаются, естественно. Она делает не только длину, но и объем. Первый слой пока подсыхает. Мы делаем то же самое с ресничками внизу. Я буду работать только с одним глазом, чтобы вы увидели разницу, насколько ресницы реально становятся длиннее и выразительнее. И вот верхние реснички подсохли. Мы работаем еще раз. Наносим второй слой на верхние реснички. Видите, как они сразу утолщаются. Так, второй слой мы закончили. То есть это два слоя. Вы знаете, что можно красить столько раз, сколько вы хотите. То есть если хотите вечерний макияж, добиться эффекта театральных ресничек, значит можно будет еще один слой сделать. Пока верхний слой подсыхает, я работаю с нижним. И расскажу вам о том, как смывается тушь. Что мне очень понравилось. Она смывается легко и быстро. Я буквально беру водичкой пальчики, мочу и снимаю всю тушь с ресничек. И остатки специальным средством для снятия макияжа. Вот уже, мне кажется, сразу видно, что тут всего два слоя сделано, а уже разница какая между двумя глазками. И третий слой. Берем еще раз, зачакиваем тушь, набираем на кисточку. И проходим такими же движениями один раз вдоль всего полотна ресничек. И вот третий слой, он уже дает супер, просто много объема, много длины и красотища. Ну и то же самое делаем с нижними ресницами. Кстати, у меня нижних ресниц практически никогда не видно, какой бы я тушью ни красила. Что-то не печаталось. И вот что в результате. Я думаю, что не надо быть особо профессиональным косметологом-визажистом, чтобы самостоятельно накрасить себе вот такие вот реснички. И теперь вы видите, что получается. Я тушью очень довольна, потому что разница просто очевидная. Можно вообще не делать макияж, только сделать, выровнять тон лица, нанести тушь на реснички и немножко помады или блеска. Вазы стали выразительные, очерченные, как будто бы они подведены подводкой. Спасибо вам за внимание. До новых встреч, новых наших видеороликов. Желаю вам быть красивыми, счастливыми и радовать окружающих своими ресничками. Пока-пока.